Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ 12 часов 4 минуты в Москве. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. Надеюсь, что смотрите хорошо и все вам нравится, и картинка, и четкость, и резкость. В любом случае, даже если это не совсем так, внимательно находитесь сейчас у своих приемников, у своих гаджетов, у своих телевизоров, потому что мы вам точно поможем. В эфирной студии появилась генеральный директор Центра эффективного лечения, врач-офтальмолог высшей категории, друзья, Марина Ильинская. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, что вы снова выбрали время и пришли сегодня. Значит, мы будем говорить про то, как быть здоровым и счастливым, но сначала давайте расскажем про те книги, которые у нас есть, и часть из этих книг может достаться нашим зрителям-слушателям. В свое время мне очень многие пациенты писали письма с просьбой помочь в их проблемах со зрением. И так как помочь невозможно людям, которые живут очень далеко, Сибирь, там Дальний Восток, вот тогда первой появилась идея написать какие-то более конкретные рекомендации. Практические. И вот так в итоге было создано 8 книг в общей сложности. Они сейчас, конечно, есть в продаже. Вот основные книги я сюда привезла. Так вот в этих книгах как раз я рассказываю, отвечаю на все самые главные вопросы, как сохранить зрение у детей, как сохранить зрение у взрослых. И вот могу даже слегка похвастаться. Такая азбука здоровья. Азбука здоровья. Вот эту книгу сейчас даже у нас купил Китай. Ух ты. Да, вот эту книгу они признали как одну. Детям проглазки. Да, и могу сказать, что эта книга, это книга-тренажер. То есть в процессе чтения тренируются глаза. То есть гимнастика в процессе чтения. Гимнасты с какого возраста могут? Семи лет. Семи лет, но можно даже из шести, если вместе с ребенком эту книгу изучают взрослые, помогая малышу. Те книги, которые у нас сейчас представлены, они все в продаже, их можно найти в книжном магазине? Абсолютно все есть, да, да. Детям проглазки, вот, дети без очков. Это были детские тематики, потом метод восстановления зрения, где я отвечала на самые важные, такие актуальные вопросы наших пациентов, которые писали отовсюду, да, и пишут. И вот эта книга, эта книга была написана последней, как сейчас говорят, крайней, наверное, да. Навьё. Да, это была, значит, книга, она презентована на Международной книжной ярмарке 2017 года, потому что следующая сейчас будет в сентябре, пока, значит, еще не было другой ярмарки, да. И вот эта книга, я считаю, что это верхушка, вершина вот других вот этих книг по тому, сколько в ней полезной информации мне удалось разместить для того, чтобы помочь сохранить людям зрение. Значит, давайте мы сейчас зададим вопрос нашим зрителям, нашим слушателям, и те, кто правильно ответит, получат вот книжку, я так понимаю, самую новую, да, «Очки костыли» и «Детям проглазки». Детям проглазки, да. Друзья, вопрос у нас сегодня такой. Кто придумал операции, которые позволяют снять очки? Вам необходимо назвать фамилию этого легендарного, знаменитого человека. Ну, так как у нас сегодня 2 августа, 2.08, 2 и 8 забирают эти книги. 8-909-928-1-89-9, смс, ватсап, вайбер. Кто придумал операции, которые позволяют снять очки? Напишите фамилию этого прекрасного, талантливого человека. Мы ждем. Сейчас маленькая пауза, после которой вернемся в эфир. Смотрите и слушайте телерадиоканал «Страна.ФМ». Друзья, и не пропускайте ценные призы, которые сегодня нам представляет врач-офтальмолог высшей категории Марина Ильинская. У нас замечательные книги. И чтобы получить книгу, надо правильно ответить на такой вопрос. Кто придумал операции, которые позволяют снять очки и фамилии этого человека? 8-909-928-1-89-9, смс, ватсап, вайбер. Присылайте и получайте призы. Марина. Значит, мы хотим все долго жить и долго прекрасно видеть. Образ жизни, который сейчас у большинства людей, как он этому способствует, не способствует? Что нам делать, что нам есть, что нам не есть? Расскажите. На самом деле человек – это, скажем так, достаточно активный по своей сути, по своей природе организм. И это заложено изначально. Но у нас такой сейчас образ жизни, к сожалению, когда мы многочасово прикованы к компьютерам, гаджетам. Мы не можем сойти с рабочего места. Мы выходные, потом, наоборот, отдыхаем и мало времени уделяем спорту. Вот такой малоактивный образ жизни, он очень сильно нарушает зрение. Поэтому люди, которые много часов проводят, сидя за компьютером, или просто малоподвижно находясь где-то, они больше всего страдают потом вот с проблемами. То есть они больше всего имеют глазные заболевания. Это не только позвоночник? Не только позвоночник. Страдает весь организм, и головной мозг, и зрение, и пищеварительный тракт. То есть люди, которые не активничают, они первые потом претенденты на разные проблемы со здоровьем, к сожалению. Поэтому нужно чередовать пассивный образ жизни с активным. Находить время для того, чтобы заниматься фитнесом, спортом обязательно. Так, что по питанию у нас? Какие продукты? По питанию для мозга. Почему я всегда сейчас говорю слово мозг? Потому что мозг и зрение абсолютно взаимосвязаны между собой. Все, что полезно для мозга, полезно для зрения. И наоборот. Поэтому, если у нас сейчас есть такая определенная тенденция к сокращению мясных продуктов в нашем питании, и многие начинают от них даже отказываться. По ветре такое. По ветре, да. Вот именно такой, знаете, дань, скажем, восточной культуре, востока, то, соответственно, здесь возникают большие проблемы. Люди не учитывают, что мы живем в холодном климате. Мы живем в климате, где нам нужен обязательно белок. Причем тот белок, который находится в красном мясе. Для того, чтобы был нормальный иммунитет, чтобы мы спокойно зимовали, чтобы мы нормально могли выполнять тяжелые работы, в том числе умственные, зрительные нагрузки. И если мы, живя в холодном климате, но питаемся овощами, фруктами, ягодами, так, как будто мы живем в жарком тропическом климате, вот это потом, конечно, с годами повлечет за собой большие проблемы. А, то есть не сразу? Не сразу. Это идет накопительный процесс. То есть вот эта проблема, она накапливается. И первые там несколько лет человек чувствует себя действительно великолепно. У него легкость, у него какое-то эйфоричное состояние. Пишут стихи, песни. У него все замечательно. Процесс начинается к пяти годам отсутствия мяса. Вот именно где-то с пяти лет хронического недоедания мясного белка появляются проблемы. Слушайте, хороший запас в организме на пять лет. Организм долго ждет, пока человек начинает питаться правильно. И дождавшись в течение пяти лет, он начинает уже давать проблемы. Значит, мы поняли, что красное мясо немного, но надо обязательно, регулярно. Дело в том, что у нас есть клыки. Только хищники имеют клыки. У человека есть клыки. Но потому как они слабо развиты, мы должны понимать, что мы должны есть мясо, но очень мало. Вот тут надо, конечно, не то, что вообще не есть. И вторая противоположность, когда люди едят с утра до ночи мясо, 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 мясо. Это тоже так нельзя. Это уже китайская пытка, да. Категорически. А вот по 100 грамм, например, мясного продукта, ну, пускай не каждый день, через день, все-таки нужно. Обязательно. Кроме этого, что еще? Какие еще продукты? Обязательно антиоксиданты. То есть наш организм нуждается в антиоксидантах. Мы живем, в общем-то, в экологически неблагоприятной среде. И вот эти все профредности, которые, как мы говорим, профредности, потому что рядом с нами заводы, где мы живем, рядом с нами какие-то другие химические вещества, которыми мы постоянно вынуждены что-то мы чистить. Все время вокруг нас химия. Вот это все очень плохо влияет на наш организм, на наше зрение, на мозг, на все остальные наши, как бы, клетки нашего организма. И вот в помощь нашему здоровью приходят антиоксиданты. Поэтому нужно как можно больше есть продуктов, содержащих антиоксиданты. Это что? Фрукты, ягоды, свежевыжатые соки. А если говорить о таких достаточно привычных, но не совсем осознанных нами, очень полезных продуктах питания, это кофе. Но кофе – это такой опасный двоякий продукт, который нужно знать, сколько принимать, чтобы он был полезен. Потому что если эту норму превысить, будет вред. Дорогая Марина, вот сейчас многие наши зрители, слушатели с кружками вот так вот застыли. Пусть они еще постоят, подождут подробности. У нас сейчас маленькая пауза, а потом мы продолжим. Да, не обожгитесь. Друзья, Марина Ильинская в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ», генеральный директор Центра эффективного лечения, врач-офтальмолог высшей категории. Да, я знаю, что вы до сих пор кто-то держите кружечки с кофе, думаете, выпивать, не выпивать этот напиток. Что он сулит вашим глазам? Давайте у Марина спросим. Дело в том, что кофе – действительно волшебный напиток, но он опасный. Нужно всегда, употребляя кофе, понимать, какой кофе вы пьете и сколько. Вот тогда, когда вы соизмерите качество и количество, вы получите замечательный, волшебный напиток, который великолепно улучшит вам здоровье. Если вы пьете просто хаотично, потому что вам нравится, и пьете бесконтрольно много, и не тот сорт кофе, который на самом деле желательно пить, я сейчас скажу в двух словах, то тогда вы получите колоссальный вред. Колоссальный вред. Вот кофе на самом деле – это не то, что продают в баночках с красивыми этикетками, к сожалению. Это действительно какие-то, ну, скажем, остатки кофейного производства, суррогат. Туда попадает огромное количество канцерогенов. Дело в том, что когда зерно обжаривают, вот эта обжарка, она канцерогенной несет эффект. Тяжелейший, причем активнейший. А то, что в середине зерна не обжарено, вот это антиоксидант. Туда входит знаменитая хлорогеновая кислота, которая как раз провоцирует улучшение обменных процессов в нашем организме. Повышение иммунитета, борьба с онкологией, улучшение зрения. Но вся польза от кофе именно там, в ядре. Именно там, именно там. Поэтому вот когда варится кофе, оно должно вариться еще правильным способом, чтобы вот эта обжарка не попадала нам в чашку. Ну, смотрите, давайте, где нам взять какой кофе и как его приготовить, чтобы было максимально полезно. Скажем так, кофе должно быть не в баночках. Оно должно быть или молотое, или в зернах. Тогда нужно будет его молоть самостоятельно. Обязательно большое значение имеет способ варки. То есть это должна быть или машина, которая варит кофе, чтобы вот этот жмых оставался в ней. Или гейзерная кофеварка, тогда ее можно использовать дома, в любой ситуации. Она бывает электрическая, она газовая, как угодно, да, на газу. И вот там тоже остается жмых внутри этой кофеварки. То есть человек пьет конденсат кофе, куда не попадает вот эта опасная часть. Вот как. Да, но в любом случае нужно понимать, что в каждой, значит, кофейной чашке содержится огромное количество еще кофеина. И есть люди, которым большое кофеин, большое количество кофеина в сутки тоже противопоказано. Поэтому безопасно пить пользой одну-две чашечки в день. Но не пять, не шесть, не семь, как некоторые, к сожалению, тоже употребляют. То есть нужно немножко себя ограничивать. Офисный планктон. Да. Не употребляем лишнего. Да, 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 именно так. Кофе в этом отношении тогда будет действительно лечебное. Ну, смотрите, есть же еще советы такие, что кофе со стаканом воды принимать, чтобы там как-то они друг друга уравновесили. Да, дело в том, что тут как раз вот эта хлорогеновая кислота, которая является антиоксидантом, это кислота. Поэтому, чтобы она не задерживалась в пищеводе у человека, который имеет щелочной, в принципе, состав, да, и не вызывала какое-то повышение кислотности желудка, ее, конечно, нужно разбавлять. Вот поэтому в странах, где действительно высока культура употребления этого волшебного напитка... Россия относится к такой стране. Россия начинает относиться к этой стране, которая начинает, наконец, правильно употреблять кофе, то вот как раз к чашечке концентрированного кофе обязательно дается стаканчик такой чистой воды для того, чтобы немножко разбавить вот эту концентрацию хлорогеновой кислоты в желудке. Марин, я просто чувствую, что сейчас тянутся руки из стана тех, кто обожает чай. Что нам делать? Чай – хороший напиток. Чай, конечно, смотрите, вот в этой ситуации желательно день делить на две части. Кофе принимается, скажем так, до обеда, в крайнем случае в обед, ну, до четырех часов вечера. А вот вечером, когда человек хочет выпить что-то такое приятное уже по вкусу, для него знакомое, это может быть, конечно, чай. Друзья, вот какой чай? Чёрный, зелёный, каркадем? Мы у Марины спросим очень скоро. Не переключайтесь, будьте в компании «Страна-ФМ». Дамы и господа, Марина Ильинская в гостях у «Страны-ФМ», врач-офтальмолог высшей категории. И мы спрашиваем сейчас уже про напиток чай. Марин, какой из них всё-таки полезней? Конечно, полезнее зелёный чай. И не случайно Китай, он, китайцы, да, они любят зелёный чай, пьют его в огромном количестве, в очень большом количестве. И если посмотреть на всю страну, у них миллиард, поэтому где-то стоит с них брать пример для того, чтобы быть здоровыми. Вот, вот то, что мы говорили до этого, кофе нужно пить в первой половине дня, а чай во второй половине дня. При этом, действительно, в кофе содержится кофеина больше, чем в зелёном чае, поэтому так как кофе содержит больше кофеина, это только в светлое время суток, иначе будет потом бессонница. А вот зелёный чай, ну опять же, не концентрированный, а такой, как бледный, как полагается, не сильно заваренный, можно пить до где-то девяти вечера. Большим удовольствием. Расскажите, пожалуйста, про тот спектр современных очков, которые есть сейчас на рынке, которые, в общем, есть в индустрии, и которые хорошо людям помогают видеть вдали, вблизи. Вы знаете, я в своё время вышла из Советского Союза, и вот тогда были только одни очки, это которые помогали улучшить зрение вдали или вблизи, и больше не было ничего. Вот что сейчас, да. Сейчас настолько большое количество технологий, которые позволяют сохранить зрение, улучшить зрение, и вот к таким уникальным технологиям относятся, например, прогрессивные очки, которые, скажем так, позволяют избавиться от огромного количества очков для вдали и вблизи, а всё сделать в одной оправе. Такие универсальные. Универсальные очки, то есть это очки, в которых делается такое стекло с коридором фокусов, где видно всё на разные расстояния, начиная от чтения, окончая до бесконечности, то есть до максимального зрения вдаль. То есть вот это одна из основных технологий сейчас, которые применяются людьми, особенно работающими в офисах, потому что есть офисные прогрессивы, например, как раз для работника офиса. Есть прогрессивы обычные. Дальше, если говорить о разных технологиях, есть ещё очень хорошие удобные очки хамелеоны, фотохромные очки они называются, это те, которые темнеют, светлеют на улице, то есть они стекло от идеально прозрачного до абсолютно тёмного стекла, то есть вот стекло меняет свой цвет. В зависимости от ультрафиолета, который находится вокруг человека. И ультрафиолет задерживает. Да, дело в том, что там в этом стекле есть такие молекулы, которые меняют свою позицию и вызывают затемнение стекла, смотря какое количество ультрафиолета влияет на эти молекулы. То есть там практически используется такая оптическая химия даже, можно так сказать. И есть ещё одна очень уникальная технология, ведь немногие знают, что существуют очки для дальтоников, то есть есть такие очки, которые восстанавливают у цвета аномалов ощущение цветности мира. И вот в этих очках люди впервые начинают правильно видеть цвета. Если на самом деле поговорить кратко о дальтонихах, то у нас цвета аномалии страдают 8% мужчин. Это огромное количество, это 8 человек из 100. Но бывает цвет аномалии такой слабой степени выраженности, что человек не знает даже, что он цвета аномал. Пока врач не покажет ему специальные таблицы, на которых человек со здоровым зрением, он видит одни рисунки, а цвет аномал даже с маленьким отклонением не видит этого, а видит совсем другие картинки. Там циферка, как правило, да, зашифрованная? Цифры, да, значки, геометрические фигуры. Там, например, человек с хорошим зрением видит круг-треугольник, а цвета аномал он видит только треугольник. Круг он не видит вообще и так далее. То есть вот когда, называется таблица Рабкина, вот когда человек смотрит цвет аномалии эти таблицы, он обязательно будет ошибаться. 8% из 10 человек даже не знают, многие из них, что они не видят правильно цвета такими, как они есть. Это мужчины. А вот женщины цвет аномалии никогда не страдают. То есть дальтоники это только мужчины. Дальтоники только мужчины, а женщины носители гена. И это объясняется очень просто, потому что если посмотреть наш генофонд, гены, да, женщина какой имеет генный состав? Икс, Икс, Игрок. У женщины два Икса. А цвет аномалии переносит ген Икс. Хромосомы Икс. А вот у мужчин только Икс, Игрок. И всё. То есть нет такой здоровой хромосомы у мужчины, который прикроет нездоровую. Поэтому если у женщины одна хромосома, цвет аномала, то вторая закрывает её, и женщина никогда не имеет цвет аномалии. Но она больную хромосому может передать сыну по наследству. И вот тогда у молодого человека будет цвет аномалия. Друзья, давайте всё это осмыслим, сделаем небольшую паузу, и после этого вернёмся к обсуждению вопросов, связанных с нашим зрением. Друзья, Марина Ильинская по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Не только врач-офтальмолог высшей категории, но и генеральный директор Центра эффективного лечения. Как не болеть, как видеть глазами подобно Орлу, мы сегодня рассуждаем. В общем, очки интересные, на мой взгляд, фантастические, о которых рассказывает Марина. Их же не пойдёшь, не купишь где-нибудь в аптеке в какой-нибудь первой попавшейся. Я могу вам сказать такой момент. Мы в своё время в наш Центр эффективного лечения пытались подобрать очень квалифицированного оптика, потому что всю самую сложную оптику мы выполняем. И оказалось, что, к сожалению, это сделать очень трудно, потому что в оптиках чаще всего работают люди даже без медицинского, к сожалению, образования. Вот есть такой момент. А как же принимают на работу? К сожалению, нет сейчас такого законодательного документа, который ограничивал бы приём на работу людей без медицинского образования на работу в оптике. Они принимаются практически как продавцы продукции и так далее. Поэтому это к слову о том, как нужно чётко знать, где ты делаешь очки. По крайней мере, где ты их подбираешь. Потому что выполнить очки может любой оптик. Ну, там, скажем, профессионал, кто там работает и занимается производством. Грубо говоря, стекло порезать. Ну да, да, да. А вот подобрать очки, правильно подобрать, особенно если сложное зрение, астигматизм. Вот тогда нужно только профессионально у врача. То есть категорически нельзя подбирать очки в оптиках. Вот именно по той причине, что вы не знаете, кто будет с вами там работать. То есть в медицинских центрах надо подбирать? Да, надо подбирать в медицинских центрах, а в оптику желательно приходить уже с рецептом просто на изготовление очков. Использовать просто как мастерскую? Да. И тогда действительно будет больше шансов, что вам сделают именно те очки, которые вам не испортят зрение, что они будут идеально подобраны под ваши проблемы. Очки для тех, кто работает постоянно с компьютером, те, которые излучение убирают, как они называются? Называются очки с блюблокером. Есть такая технология блюблокер, которая, если даже вот взять лазерную каску, это стекло не пропускает даже луч лазерной указки. Кажется, пилоты в самолете должны любить такие очки. Да, блюблокер используется именно там тоже. Дело в том, что есть такие опасные волны меньше 420 нанометров. Длина эта. Да, длина. Именно они разрушают наше зрение, нашу сетчатку. Очень плохо влияют на нас. Поэтому вот блюблокер отсекает именно эти опасные лучи. Элементы этих лучей есть и в компьютерах, в любых гаджетах, смартфонах. То есть все, что дает излучение. И, соответственно, ультрафиолет содержит эти лучи. И поэтому, когда человек ходит по улице, у него солнцезащитные очки с блюблокером, он сидит у компьютера с блюблокером. Он защищает свои глаза. То есть, смотрите, получается, что они могут и в солнечных очках использоваться? Конечно. Вот расскажите про самые хорошие для глаз солнечные очки. Самые хорошие очки, если человек... Лето все-таки, да. Да, если человек едет отдыхать в очень жаркий климат, там, где очень интенсивное солнце, то нужно тогда делать темные очки, абсолютно темные. Четвертая категория или как-то? Да, значит, четвертая, да, темные очки, но все равно с блюблокером, потому что блюблокер отсекает вот эти лучи. А если говорить о нашей полосе, ну, человек любит как-то больше среднюю полосу, да, тогда можно делать хамелеоны. И это более правильно, потому что хамелеоны — это фотохромные очки, которые темнеют, светлеют, смотря какой уровень освещения вокруг нас. И туда тоже вставляется вот этот компонент блюблокер. Это идеальные очки. У меня такие, могу сказать, это идеально. Глазам исключительно комфортно. Исключительно. И идет защита. Самое главное — защитить глаза еще. Не только там лучшее зрение с помощью оптики, но еще поставить вот этот защитный механизм в эту оптику, чтобы глаза были защищены. Но такие навороченные тоже просто так не купишь. Если это солнечный фильтр, если это хамелеон, если это блюблокер. Скажу так, если у человека очень хорошее зрение, он это знает, проверял, и проблем нет, то можно делать вот эти или просто купить даже готовые очки с блюблокером без диоптрии. Ну, конечно, да. Да, вот этот человек может купить без подбора. Он пошел, купил готовые очки, и их носит, работая с компьютером. Повторяю, очки надо проверить лазерной указкой. Она не должна пробивать это стекло. Если не пробивает, это то, что нужно. То есть поляризация, наверное, должна быть, да? Поляризация — это немножко другое. Есть поляризационные, конечно, другие стекла, которые отсекают блики. Это хорошо для людей, которые любят рыбачить. Это блики от воды. Для водителей. Для водителей, потому что все вот эти блики там, которые тоже попадают в глаза, и мешают видеть картинку вот на дороге, и все это отсекается. Это поляризационные очки. Это тоже хорошая тема, но их тоже нужно делать за блюблокером. То есть блюблокер идет как добавка к любой другой оптике. Друзья, маленькая пауза, а потом мы еще добавим полезные информации. Будьте в компании «Страна.ФМ». Дамы и господа, Марина Ильинская во-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Офтальмолог высшей категории. Мы поговорили про разные очки. Хочу вас спросить еще про желтые очки. Есть такие вот для водителей. Это что вообще? Хорошо, плохо? Дело в том, что желтый такой светофильтр, он на самом деле дает более яркое, более четкое изображение при отсутствии солнца. То есть при отсутствии солнечной активности. То есть за счет этой оптики человек продлевает себе солнечный день. День, когда он более четко видит ярко предмет. Для водителей можно их использовать? Да, дело в том, что эти стекла улучшают видимость в сумерках. Они имеют еще элементы антифара. То есть это еще и антифара. Там вставляются такие тоже компоненты, которые не дают ослеплять глаза водителю встречными фарами. Да, это хорошая тема для водителей. Но лучше, если там сейчас делают более современные. Потому что вот эти стекла для водителей, они считаются как немножко более устаревшей технологией. Сейчас есть технологии, гораздо более современные для водителей. Хорошо. Значит, мы их тоже можем подобрать в медицинских центрах, сказать, нам надо ездить за рулем, дайте нам очки, самые современные. Да, конечно. Все. Многие сейчас люди ходят в фитнес-залы в линзах, в очках. Что здесь, какие могут быть подводные камни? Когда человек хочет очень активно заняться спортом и, скажем так, укрепить свое здоровье, ведь он приходит в спортзал, чтобы укрепить здоровье. Ну, конечно. Вот тут возникает иногда проблема. Не проверив глаза, мы можем, наоборот, получить обратный эффект. Проблемы с глазами. Разрывы, отрывы сетчатки, отслойки сетчатки. У людей, у кого есть близорукость, в первую очередь. Значит, если вы носите очки, если вы знаете, что у вас есть близорукость, обязательно, прежде чем вы принимаете решение начать физическую активную нагрузку на свой организм с подъемом тяжести, там, с всякими другими наклонами, там, напряжением этой зоны, да, обязательно пройдите консультацию офтальмолога, чтобы в первую очередь посмотреть, как следует периферическую сетчатку. Нет ли там проблем, которые могут вызвать разрыв и отслойку на фоне физической нагрузки. Опять же, если вы занимаетесь дайвингом, потому что погружение под воду, там, где, скажем, 30 метров, это 3 атмосферы, это большое давление на глаз, в том числе сетчатка должна выдержать. А если, например, в очках, в маске, все равно? Атмосферы, атмосферы, там давление другое. Человек, погружаясь в глубину, он попадает в другое атмосферное давление. Мы поняли, что надо ходить раз в год к офтальмологу, правильно? Раз в год нужно ходить, если человек был, и у него все хорошо. И говорят, все замечательно. Через год, как техосмотр. Профилактика. Обязательно, как техосмотр. Машина на техосмотр, себя к офтальмологу, да? Вот. Если уже есть проблемы, тогда раз в полгода, потому что за проблемными глазами, особенно если человек долго работает с компьютером, нужно обязательно не только наблюдать, но их нужно лечить, чтобы, не дай бог, зрение не упало. Я сейчас работаю со смартфоном и делаю это для того, чтобы рассказать, кто же у нас забирает прекрасные книги. Победители, которые правильно ответили на наш вопрос. Кто придумал операции, которые позволяют снять очки, фамилии этого человека, это, скажите нам. Святослав Федоров. Спасибо. Конечно. Итак. Я тут могу уточнить, что до него, конечно, были эксперименты, и многие экспериментировали, и в другие столетия пытались на животных что-то предпринимать, но всё систематизировал, и именно довёл до такой, скажем, степени совершенства, что это стало уже действительно применяться на людях, именно Святослав Фёдоров. За что ему, конечно, наш поклон низкий. 79,60 — это четыре цифры мобильного телефона того, кто забирает одну книгу, и 30,99 — мобильный телефон того победителя, который забирает вторую книгу. Ещё раз скажем детям про глазки и очки, костыли, которые можно приобрести в продаже и нужно приобрести в продаже, если вы хотите, чтобы ваши глаза были с вами долго, и вы видели всё подобно Орлу. Спасибо. Спасибо, Марин, вам, как всегда, вы были великолепны. Спасибо вам. И мы узнали много чего интересного. Дорогие друзья, в эфирной студии «Страны ФМ» в рамках программы «Наука и технологии» была Марина Ильинская, генеральный директор Центра эффективного лечения, врач-офтальмолог высшей категории. Берегите зрение, берегите здоровье, будьте счастливы. Спасибо. До новых встреч. Наука и технологии на телерадиоканале «Страна ФМ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова